Как надалее развиваются отношения к Казахстану с Россией, спробуем спрогнозоваться с Димашом Альжановым, политологом из Казахстана. Он с нами на прямом связке. Димаш, я вас приветствую. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему марафону, говорить будем с вами по-русски, так как украинским, насколько я знаю, вы не владеете, правильно? Добрый день. Разумею, но не разговариваю. Я это учту. И в первую очередь хочу вас поздравить с большим праздником, одним из главных мусульман, Курбан-Байрамом, Добравом и Миром. Ну и к вопросам. С самого начала войны в Украине Казахстан был последователен в вопросе санкций. С марта начали действовать запреты на перелеты, за исключением одной авиакомпании. В мае Казахстан подтвердил санкции против российских банков, в июне присоединился к европейским экспортным запретам. Но при этом Дмитрий Песков опроверг информацию о введении санкций. Какой вы видите реальную санкционную политику Казахстана? Нет, говорить о том, что Казахстан присоединился к санкционной политике западных стран, нельзя, конечно же. Есть определенный законопроект, который сейчас он на обсуждении, который запрещает православную территорию России и Беларуси отдельных видов товаров. Но говорить о полноценном присоединении к санкции не приходится. Казахстан – часть европейского экономического сообщества. Поэтому у нас общий рынок, открытые границы. Несмотря на риторику или попытку официально президента Тукаева как-то дистанцироваться от войны и кризиса, который спровоцировала Россия, в целом Казахстан является для России страной, которая предоставляет доступ к рынкам, к международному. Поэтому Казахстан, к сожалению, не последовательна своей политике. Да, были отдельные акции в поддержку со стороны общества. И в целом Казахстане общество на стороне Украины и осуждает военное вторжение в Россию. Однако власти Казахстана не разрешают проводить даже митинги в поддержку Украины. То есть было всего 2-3 митинга, а власти всегда властями Казахстана отклонялись. Если вы проанализируете в реальности то, что происходит, Казахстан до сих пор находится в зоне российского влияния, как экономического, так и политического. В январе российские войска помогли удержать власть в руках президента Тукаева, который использовал армию для подавления протестов в Казахстане. Сейчас, имея эти тесные взаимосвязи, Казахстан официально, хоть и ведет риторику дистанцирования, на самом деле он не дистанцируется от России. Поэтому эти два авторитарных режима, они близки. И я напомню украинским слушателям о том, что на форуме не на Петербурге, а в последующем в Катаре, когда вопрос задали Тукаеву, какой наилучший вариант решения украинского кризиса, он ответил демилитаризацию Украины согласно Стамбульским соглашениям. Я не думаю, что эта позиция хорошо отражает или показывает поддержку Украине и осуждает военные действия России. Поэтому здесь надо быть более прагматичными и понимать ситуацию в деталях, а не хвататься за отдельные высказывания президента Тукаева и создавать из него человека, который действительно демонстрирует самостоятельность. К сожалению, этого нет. А Казахстан может предоставить военную помощь союзникам ОДКБ? Нет, это полностью исключено. То, что в январе были призваны российские войска для поддержки режима, то есть в Казахстане эту ситуацию видят, как вы бы могли ее сравнить с революцией достоинства в 2014 году. Представьте, что Янукович зовет российские войска для поддержки. Общество очень обозлено на эту ситуацию. И сейчас, понимая это, Тукаев, конечно, не пойдет ни на какую поддержку российской агрессии, потому что это бы означало конец полевополитической карьеры. Российский суд на месяц остановил работу Каспийского трубопроводного консорциума. Это главный экспортный маршрут для казахстанской нефти в Европу. 80-80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. И вот сразу появилось предположение, что это, ответный шаг России на непризнание Казахстаном ЛДНР и позицию президента Токаева на войну в Украине. Это месть РФ или действительно были объективные причины для такого решения? Это стоит рассматривать в контексте той политики шантажа, которую ведет Россия. Во-первых, давление на энергетический кризис, на экономику УС ведется через экспорт энергоресурсов. Казахстанская нефть экспортируется через Россию. Поэтому Россия в одностороннем порядке использует все рычаги для того, чтобы продемонстрировать. Даже несмотря на то, что Казахстан готов экспортировать и увеличить свой объем. Сейчас казахстанская нефть занимает около 8% импорта нефти на европейском рынке. И готов увеличить эти объемы, Россия демонстрирует то, что рычаги контроля за экспортом в ее руках. К сожалению, Казахстан пока не может ничего этому противостоять. То есть та пагубная политика, которая ввела с Назарбаевым и которая отчасти сейчас ведется с Токаевым, она удерживает Казахстан в сфере интересов России. У Казахстана нет альтернативных источников доставки в тех же объемах, еще раз повторю, доставки нефти на мировые или европейские рынки. Трубопровод через Касмийское море, его толком не существует, его надо заново строить. Те мощности, которые есть уже у Азербайджана, они не позволяют Казахстану в тех же объемах нефть поставлять на мировой рынок. Поэтому здесь стоит... Сейчас Казахстан находится в положении, когда полностью надо пересматривать свою внешнюю политику и экономическую зависимость от России. А для этого надо стать политически обособленными. Имея слабую легитимность внутри страны, Токаев на это пойти не может. Потому что любая турбуленция будет использована против него. Я еще раз напомню, иногда нас удивляет, как украинские медиа или отдельные политики нахваливают Токаева. Это человек, который дал приказ стрелять в протестующих. Его позиции в казахстанском обществе весьма неоднозначны. Поэтому Казахстану нужна демократизация по типу того, что случилось с Украиной, начиная с 2014 года, и что привело и сделало Украину более демократической страной, открытой страной. И то, что происходит в Беларуси. То есть Казахстан может стать ближе и более стратегическим и близким партнером Украины через демократизацию. А демократизация это народ, и в частности Украина, и это поддержка нашей армии, всего народа, власти, поддержка от народа. Все-таки хотелось бы тогда уточнить отношения и позицию вашего народа. И может ли он стать вот этим фундаментом, как вы сказали, в достижении независимости политической на карте мира? Конечно. Пример Украины это пример для многих постсоветских стран, особенно Центральной Азии. В Казахстане есть такие настроения? Какие настроения в Казахстане? Конечно. Большинство общества поддерживают Украину, поддерживают ее борьбу за независимость, поддерживают ее борьбу за территориальную целостность. Здесь в основном все настроения проукраинские. Просто проблема в том, что политический режим, который действует в Казахстане, он более пророссийский. И это создает большие проблемы для нас. То есть мы даже не можем публично выразить поддержку на митингах. А как вы думаете, это может трансформироваться? Все-таки власть должна чувствовать настроение народа, если она хочет остаться при власти. Как вы думаете? Вы должны смотреть на режим в Казахстане так же, как и на режим в России и в Беларуси. Это консолидированные автократии. У нас нет возможности. Мы не выбираем здесь вас. Выборы не работают. Поэтому серьезная политическая трансформация нужна, прежде чем казахстанское общество будет влиять на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана. Я благодарю вас за ответы. Дякую, Димаш. С нами на звездку был Димаш Альжанов, политолог с Казахстаном.